Будем уже стартовать. Ну что ж, доброе время суток всем, дорогие друзья! С вами Каспер, с вами Киберарена и у нас сегодня трансляция Школьной Студенческой Лиг. Вот так вот, друзья. Сейчас у нас тут раунд режиков. Я буквально, буквально на секундочку сейчас еще отлучусь, там пока у вас все без звука, но это нормально. Я просто хотел посмотреть турнирную сетку, собственно, и сказать, что к чему. Да, у нас сейчас играются полуфиналы. Там Ниндзя играет против Ботанов, ну и, соответственно, вот Ревен Рэббитс против Электропанды. Сильнейшие коллективы. Я не сомневался, что я вижу именно Электропанда, Ниндзя, Ревен Рэббитс. Ну вот и ей пацан Тешу Ботан тоже меня удивили приятно в свое время. Ну что ж, борьба за выход в финал, сингл, бо 3. Насколько я понимаю, первая карта у нас уже прошла. И сейчас я узнаю первую карту кто выиграл. Вот так вот. Все, все. И я снова здесь. Напомню, что общаемся мы в чате группы Steam Киберарены. Заходим, друзья, не стесняемся. Все будет на высшем уровне, я думаю. Титры есть, все есть. Скажите, как слышно КС. Громче меня, тише меня. Насколько может громче или тише его сделать. Но по идее, должно быть все просто отлично. Вот так, друзья. Говорят, Каспер, ты кого песни взял? У меня точно такой же плейлист. Да я сам когда-то его составлял еще сто лет назад. РР против электропанды. Сейчас Д2. Вот так вот. Так, что у нас? Это что, это уже что ли начало? Слушайте, походу это уже начало. Электропанда у нас за атаку. Да, все правильно. РР у нас защищается. Ну, в общем, ладно, наблюдаем сейчас, товарищи. Друзья, врыв у нас, кстати, на центр. Вот, сейчас на транс врывается. Транс у нас тут готов. Сидит. Нет, 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 все. Пошли теперь боевые рестарты. Ё-моё, я уже запереживал. Говорят, когда стрим финала будет? Сразу же после полуфинала. Ты не поверишь. Не поверишь, пацан. Играют полуфинал, и потом будет финал. Это просто невероятно, но так и есть. Что такое? Да, точно, слушайте, мне подсказали. Ща, ща исправим. Вот так вот. Все, я исправил, друзья. Ну, пусть они пишут, как хотят, да, но я написал просто правильный вариант. Ну, а там они уже пусть как хотят, так и разбираются. Ладно, смотрите, у нас поджим был от центра, от шары с компанией. Ну, и поджим не удался, потому что вся команда электропанда находилась у себя на распауне, и, судя по всему, ждала именно этого поджима. Может быть, ребята наблюдали за игрой команды Ravenrabbits предыдущие, пистолетки, и, может быть, именно этого они и ожидали. Но вот сейчас, сейчас акцент огромный на точку B. Тут практически вчетвером шара будет сразу же готов идти поджимать. Рич у нас один на длине. Ну и что? Начинается выход у нас на B. Кидаются греночки, и кто должен был взлететь на воздух? Два минуса от Арча. Начинается продолжать, точнее, врыв. Транс, краш. Ну, в общем, разобрали команду электропанда сейчас. Ну и шокер последний. Шокер последний. Да-да-да. Много тут у него залетело. Арч минус три, кажется, сделал. Да-да, именно так. Ну и команда Рейвенрэббитс у нас берет первый раунд. Вот так вот. Что-то 0.1 у нас становится. Ну и 1.0 даже. Вот так лучше сказать. Секунду. Меня тут одолел только что компью. Ой-ой-ой, это же МП-5. Это же МП-5. Сейчас именно на трансы будут выходить. Да-да-да, да доставает уже МП-5, начиная крашить. Ну, своему, да, осколком в лицо попал. Там был врыв у нас на центр. Кстати, сбрили краша. И если сейчас пройдут на Б и поставят пакет, это будет огромное просто достижение для команды Электропанда. Это будет действительно хороший-хороший бонус. Учитывая то, что они в предыдущем раунде бомбу не ставили. Ну и тут просто же двух сторон. Отлично, кажется, вот если посчитало, как мог сложиться раунд. Да уж. Ну, тем не менее, 2.0 в пользу команды пока что Рейвенрэббитс. Ну и у нас все самое-самое интересное еще будет впереди. Говорят, что-то пищит. Пищала видеокарта. Пищала. Так, ладно. Опять эта музыка у меня заела. Так, ну что, сейчас Шара будет поджимать в спину. Да, Шара видит, сжимает, делает 2 фрага. А тем временем остальные ребята из Рейвенрэббит принимают, продолжают, точнее, принимать типов на Б. Это были у нас эко-раунды. Сейчас начнется самое-самое интересное. Не надо тут ничего. Что мясо? Пацаны, это было 3 эко. Ну вот, первая пистолетка и 2 эко. Какое мясо? Что вы вообще говорите, народ? Сейчас, сейчас все будет. Не переживайте. Я уверен, что электропанда сейчас подсоберутся и начнут тащить. Говорят, Каспер куда делся? Куда делся КСС? Ну, не знаю, не знаю. Скоро все будет, друзья. Ладно, у нас подождите. У нас тут сейчас очень интересный раунд. Если сейчас Шара хорошо, удачно подожмет, то тогда это, да, вот он удачно хорошо поджимает. И это практически ГГУ. Да, как он хорошо попадает сейчас в Шокера. И остается последний у нас Димсий. Где он тут? Вот он, 100 хп. Который любит Салекса. А где Салекс? Вот сейчас будут зажимать. Да, да, минус от Арчи. Смотрите, 4-0. 4-0 пока что, пока что РР очень уверенно ведут. Так, надо, надо, надо вот где-то Хача. Мастерский, мастерский бросок. Это я тут о своем. Сейчас мне там сообщат, кто что как отыграл. И так далее. Да, потом сетку турнира я тоже вам, думаю, покажу. Чтобы вы имели возможность за ней понаблюдать. И, соответственно, я вам тоже все, 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 все сообщу. Так. Транса. Транс сейчас включаем. Да, вот. Хотя еще 4-0. Но мне интересно что-то по деньгам. По деньгам вроде бы, да, они как бы имеются у команды. У команды Электропанда. Но вот что-то, что-то не получается. Говорят, они мясные. Обе команды. Да ладно. Для школьников они играют очень-таки неплохо. Студлига, я думаю, будет сразу же после этой игры. Или же, я не знаю, посмотрим, в общем, что у нас там к чему. Просто смотря, какие финалы раньше наступят. Потому что у меня приоритет, конечно, да, по финалам все-таки. И именно поэтому те игры, которые выше рангом, те, соответственно, и будут стремиться с большей вероятностью. Сейчас, где там шара? Вот он. Вот он шара. Вот она флешка, которая сейчас убьет всех. Да, выкидывается флеш. Вылетает шара в дым. Минус 1. Минус 2. Ну и краш там нормально помог из щепки, из двери. 5-0 счет. Да, очень четкие приемы. Что там спрашивают? Сколько лет? 90, да, вон, написали. Все нормально. 90 лет мне. Фотку с EEM. Какую фотку с EEM? Да нет, там нормальная, кстати, фотка. Мне очень понравилось. Вообще, такие забавные два типа. Так, ладно, DD. Напоминаю, что есть такие два разных понятия, как даблдак и, соответственно, прыжок на скролле. Это две разных вещи. Хотя, смотрите, у нас пока тут... Ну вот, RR просто пока что потрошат своих оппонентов. Вот, на чем я закончил. Да, даблдак и прыжок... Ой, и приседания на скролле. Вот если приседания на скролле, это запрещено. А даблдак сам по себе, частым нажиманием клавиши Ctrl не запрещен. Насколько я помню. Да, да, да. То есть можно на Ctrl клацать сколько угодно, а бинт на колесике приседания сразу же карается предупреждением, там, вплоть до дисквалификации. О, убили шару. С самого начала проскочил немного ошел ТВ. Там сейчас с парапетом может ворваться типуля. Да, да, да. Вот Шокер его только что отменил. Теперь смотрите, отличная возможность для команды Электропанда взять раунд. Сейчас смотрим за Ричем. Именно на него сейчас будет выход. Да, там 3 в 2. Точнее, 3-2. Сейчас будет выход. У нас 3 по длине 2 парыч. Кажется так. Да, 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 да. И вот именно от Рича сейчас будет все-все-все зависеть. Выходит он жмет и не убивает. Не убивает. Там с Респа типа подтянулся, но он не успеет ничего сделать. А тут сейчас просто сзади их зажмут, расстреляют в спину. Пока что не зажимают. А как их вообще не заметили? Просто проигнорировали, в общем, пацанов. И сейчас если... Ну вот минус Арч. Да, минус Рич. Вот все. Только-только расчехлились пацаны. Ну вот Шокер, да, сделал 2 этих фрага. Так что все нормально. Так. 1-6. 1-6. Ну и видите, это ведь еще не конец. Это еще не конец. Все у нас самое интересное. Еще-еще будет дальше. Какая плохая вов-стиме? Офигенная у меня вов-стиме. Не надо. Это от Alienware морда. Передаю привет Скулпати. Конечно же. Команде Скулпати передаю привет. Помним таких. Так. Шара. Шара у нас играет. Вообще Рэмбо одиночка. Да, ему тут чуть помогают, но все равно. Все равно. Вот сейчас еще, да, подсаживает уже другого человека. Ну вот очень активно использует центр. Ребята из команды Raven Rabbits. И очень серьезно акцентируют свое внимание на точке B. Вот на протяжении всего этого начала игры. Было видно, что они вот очень такие на B. На B именно делают акцент. Так, ладно. Что у нас тут еще? Говорят, это камбэк. Да, друзья, это камбэк. Это однозначно. Сейчас опять будут выходить на ричи. А вот смотрите, если сейчас Электропанда нащупает эту слабую точку у Raven Rabbits. Вот то, что они на B делают большую-большую концентрирование внимания. То вполне возможно, они еще наберут там раунд или два. Могут сбить экономику. Там начнутся эко-бай. И будет все очень интересно. Хотя вот сейчас смотрите. Да, первый минус именно за командой Электропанда. Врывается сейчас Шара по парапету. Врывается. Прошив. Хороший прошив. Ну вот Гренка сейчас все решит. Нет, Гренка не решила. А там уже транс-контроль. Главное сейчас не отдаться на этих ребят. И постараться сыграть максимально осторожно. Там Арч. Арч, Арч врывается. А минус от Арча еще почти получилось. Но нет. Там Димси и РФ разобрались. И транс и краш остались вдвоем. Уходят на сейв. Все нормально. Адыга Агусева с днем рождения. Ё-моё. Так. Говорят, разыгрались вроде. Да, вот я же говорю. Нащупали вот это вот уязвимое место у команды Raven Rabbits. Ребята из Электропанды. И соответственно уже второй раунд взяли именно на точке А. Это 6-2. 6-2 безусловно. 6-2. И еще все-все-все-все сейчас будет. Сейчас вот мне интересно денежка. Денежка у команды Raven Rabbits. Нет, нет. Еще и деньги есть. Вот если они сейчас этот раунд отдадут. То я думаю там настанет черед уже эко-раундов. Эко-раундов. И тогда все будет уже очень-очень интересно и неожиданно. Главное просто, если Raven Rabbits сейчас расслабятся. То тогда да. У панды будут действительно очень хорошие такие шансы. Чтобы сократить разрыв. И возможно даже выйти вперед. Греночка неплохая. Щечку подогрела. Крашу. Вот теперь уже на Б. Смотрите как четко делают. Вроде бы растянули. Заставили Raven Rabbits играть в направлении точки А. И сейчас грамотное решение. Главное сейчас не замедлить. Просто нагло выйти на Б. Ну давайте же, Электропанда. Сделайте это. И прочекайте этого парня. Прочекали. Есть. Минус он. Арчи у нас А1. Остается на Б. Вот 16 хилзов. Прошивает еще и Арчи. Отлично. 3 в 5. Нет. 3 в 4, друзья. Ну если сейчас, конечно, не будет ничего. Ох, как хорошо играет у нас АВП команды Электропанда. Очень четко. И... Да уж, да. Отлично. В общем, отлично сыграли. Смотрите. Ну вот Raven Rabbits. Я бы на их месте лично уходил на сейв. Вот это вот... Хотя посмотрите, что сделал Трамс. Какие два потрясающих минуса. Ну а Ричи уже тут точно ничего не сведет. Куда он дал те два фрага? Я вообще не знаю. Дым и... Дым и... Просто... Просто что-то невероятное только что произошло. 3-6. И вот сейчас уже будут Эко. Эх, да. Сейчас, сейчас будет Эко. Хотя нет. Посмотрите. Закупаются, закупаются. Да сколько там денег? У них что? Там нефтяная скважина у кого-то есть. Я не знаю. До сих пор нету Эко-раунда. Может быть там у кого-то плохой бай. Хотя вроде бы у всех все хорошо. Арморов я много слышал. 6-3. И сейчас, сейчас... Смотрим, что там. Так. Вот Электропанды сейчас уже стали играть более от Диффенса. Ну и посмотрим, чем для них это выйдет. Потому что там вот идет поджимать. Кто-то. Шара, судя по всему. Да, шара идет поджимать. Ну и Транс тут рядом с ним хелпует. Вот так спиной ходить, конечно, к парапету не самый лучший вариант. Потому что моменталки все равно будут залетать вперед. Вот туда вот ближе к углу лестницы. Соответственно, там уже... Ой, как четко залетело. Сейчас шаре подача. И шара там просто 15 хелсов у него остается. Врывается Транс. Транс. И Гренко. Вот Гренко там была просто отличная. Ладно, сейчас смотрим за Ричем. Рич у нас на пленте. Непосредственно находит. Нет, он тут у нас на лифте. Минус от Транса. Размен. Серия разменов. 3 в 3 ситуации. А Рич не в самой выгодной позиции. Арч тоже уже ворвался. Ну вот сейчас, смотрите, уже 2 в 2. И главное-главное сейчас вот, чтобы Шокер жил для команды Электропанда. Врывается вот у нас Наркоман. Наркоман ворвался. Ну и Краш. Краш. Один против двоих. Просто 5 и 23 хп. У него в 3 раза больше хелсов, чем у двух игроков вместе взятых. Врыв. Отличный. Краш. И ну как вообще? Что это было? Взял он этот раунд. Отличный взятый раунд. 7-3. Эх, счет, счет 7-3. И вот, вот все могло обрести. Вот очень уже забавный такой оборот. Ну вот не произошло этого. Все-таки выбрались Ревен Рэббетс из этой ямы кризисной. Точнее, не допустили ее образования. Вот так скажем. Так, и сейчас, сейчас вот так, так, так. Больше не спрашивать. Сохранить. Все. Сохранил. Открыть файл. Надеюсь, он еще не откроется на пол этого. О, открывается все-таки на пол этого. Сейчас мы так. Ой. Все. Все-все-все-все-все. Все. В общем, так. У нас тут, смотрите-ка. На зал. На зал у нас должна была быть трансляция. Финалы школьного и студенческого кубка сегодня будут аж в 5 часов вечера, друзья. Вот так вот. Вот так, товарищи. Там будет все очень-очень интересно. Будут у нас сначала будет StarCraft, потом Dota, а потом, соответственно, КС. Ну, на КСе, я думаю, будет очень-очень жестко. Рассказываю расписание. Пока у нас тут нет. Хотя, смотрите, у нас тут еще девайс. У нас очень интересная ситуация. Сейчас вполне вероятно команда Электропанда возьмет еще один свой раунд. Да, вот остался последний рич. Рич последний. И против троих сейчас поставится плент. Ну, в общем. Да-да-да-да-да. Титры, титры. Тьфу ты, я совсем забыл, друзья. Я совсем уже забыл. Так, все. Говорю расписание. Пока у нас тут счет 7-3. И сейчас счет станет 7-4, скорее всего. Ну, я так думаю. Вот где тут 7-4 сейчас станет счет. Я думаю, ничего сверхъестественного не произойдет. Да, именно так. Ну, в общем, что. Рассказываю расписание. Сегодня в 2 часа дня, по идее, должен начаться Старкрафт. Финал студенческого. Сразу же за ним финал школьного кубка. Потом будет 2 финала по доте. И ориентировочно на 5 часов. 5 и 7 часов вечера. 2 финала. Первый в 5 часов финал школьного кубка. Второй финал в 7 часов финал студенческого кубка. Это будет Контерстрайк. Контерстрайк самый последний. Сначала Старкрафт. Дота Контерстрайк. Именно в таком порядке все будет. Ладно, у нас тут пока что КС полуфиналы. Одни из первых полуфиналов. Ну и сейчас 7-4 счет. Да, как я его тогда и поставил. Вроде бы все правильно у нас было. Ну и... Говорят, на первом дота. Я на нем сейчас. Да ладно! Правда, что ли, дота? Добыть такого не может. И сейчас я проверю количество народа. Народу количество просто растет. Прямо-таки на глазах. Сейчас посмотрим за трансом. Транс взорвали. Вот Эко Раунд у Рэйвен Рэббитс. Вот этого все и ждали практически. Потому что сейчас, сейчас счет станет 7-5 скорее всего. Хотя посмотрите, посмотрите. А, Рич у нас же здесь засейвил. Я совсем забыл, что Рич у нас засейвил. Но главное, чтобы сейчас не отдались на Краша. Нет, все нормально. Два фрага сделали ребята из Электропанды. И теперь уже два в... Сколько там? В четыре остались. Ну вот Арч. Арч! Рич по фрагу! Посмотрите, нахабатил все-таки девайс себе Арч. И что, уйдет на сейв? Пакет просто не поставлен. Сейчас, если Рич зарешает, то это может быть очень важный раунд для команды Рэйвен Рэббитса. Точнее, для команды Электропанды в первую очередь. Потому что именно от них зависит, смогут ли они набрать нужное количество раундов. Нет, нет. Нет, погибает. Ну и Димский, и Димский, и Димский затащил. Затащил. Один-два он оставался. Ну, в общем, 7-5 счет. 7-5. И сейчас вот посмотрим. Есть деньги? Что-то тихо как-то. Да, брали просто ребята деглы. Хотя нет, нет, нет. Все. Да, есть девайсы. Да, есть девайсы. И вот сейчас это практически ключевые раунды первой половины встречи. Потому что именно от этого раунда будет зависеть, сможет ли команда Электропанда выйти вперед после первой половины. Либо же Рэйвен Рэббитс так и сохранят свое преимущество. Эх. Так, что тут у нас? Первый минус от Димский. На парапете это у нас произошло. Опять Шара. Ну вот Шара, я сейчас чувствую, доиграется скоро. Слишком он агрессивно играет. Видимо, недооценивает своих соперников. И в конце концов это может быть какой-то моральный дисбаланс. Который потом перейдет в то, что так как я их не убиваю. Ну и все в этом духе. Смотрите, как четко действует Электропанда. Очень грамотно все по таймингу. Хорошо зажимает. Но нет. Краш. Два фрага на парапете было в его исполнении. Что вообще они творят? Ну сейчас смотрим за Визом. Виз. Вот надо, надо не пропустить главное. Главное не пропустить. Стоит бомба. И сейчас 3 в 3. Очень напряжен. Там трое с парапета. Бомба стоит, кажется, на... Ох, сколько тут всего залетает. Но сейчас будут просто выкуривать. Выкуривать. Смотрите, первый минус от Виза. Еще минус у нас от РФ. И остается Транс последний. Но Транс вот он в не самом выгодном положении. Его с двух сторон тут прессуют. Это, скорее всего, будет счет уже 7-6 для Кама. Хотя смотрите, как четко сейчас Транс разбирается. И нет, нет, АВП действует просто... АВП не прощает, в общем, скажем так. Так, 7-6. 7-6. И все уже очень-очень интересненько. Так. Говорят, лагает стрим. Да нет, 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 нет. Норм, норм, норм. Все хорошо. Говорят, хорош, шоколада. Да, действительно, игры интересны. Вот борьба, борьба есть. Кто-то говорил, там, Рейн Рэббит. 16-3 и так далее. Какой 16-3? Посмотрите, как четко в последнее время стали играть Электропанда. И вот как результат сейчас счет 7-7. И потом будет решающий, соответственно, раунд. Сейчас пока... Пока все еще непонятно. Вот кто-то Ридич купил Фамас. Ну, может быть, у него там денег дофига было. Ну, я не знаю, чем это все обусловлено. Сейчас Краша тоже тут убьют. Да, успел он, кстати, повесить один хэдшот. Но РФ тут нормально разобрался. Чекает, грамотно все чекает. Остается Шара и Ридич вдвоем. Ну, вот у нас Ридич с Фамасом на гусе. Ну, и Шара там с Юспом где-то был в центре. В общем, Шару только что убили. Ну, и сейчас... Да, погибает. Смотрите, 7-7. Ну, вот вам, вот вам и... Вот эта самоуверенность. Самоуверенность, которая не приводит ни к чему хорошему. Говорят, да, хватит Шаре поджимать, а то сливается ведь. Ну, вот я тоже уже об этом говорил буквально пару раундов назад, что он уже слишком... Слишком агрессивничает. И это уже далеко не в плюс его команде выходит. АВП там был, да? Наркоман, уходи. Что же ты делаешь? Ну, видно было ноги. АВП там стоял вражеский. Ну, как так? Еще Транс минус Савика. Ну, тут уже да. Еще Шара... А, ну, Шара, да. Шара вот на Савиком на центре. И Транс был на Парыче. Ну, не знаю. Два ВП в диффенсе. В принципе, забавная весьма задумка, учитывая то, что у Рича даже денег нет. Он купил Фоманс в прошлом раунде. Оказывается, денег у него было не так уж и много. Да, да, да. Ну, были, было видно там ноги просто. Вот сейчас посмотрим за Шарой, за его АВП. Ой, флешки очень грамотные скатываются. Ну, вот, надо было пользоваться моментом, проходить. Да, и воспользоваться. Посмотрите, трое уже на пленте. Арч у нас в упоре уже. Вот, если Арча прочекают. Арча, да, вот только-только прочекали. А так он мог, в принципе, отвесить хэдшот. И уходит выбивать парыч. Какое важное движение от Электропанды. Главное сейчас втроем. На флешку на одну не попасть. Или на гранату. Вот, хотя бы на такую флешку. Пока серия разменов. Один в один на парапете остается Шара. И Рич, Рич уже проходит на плент. И нужно, нужно разворачиваться назад. Ну, слышно же было. Да что вы делаете, ребята? Ну, как вы так? Это бомба раздефужена. Даже мне было слышно. Нет, вы посмотрите. Рич был без дефузов. Ё-моё. Какой вообще мега лол раунд. Это 8-7 в пользу команды Электропанда. Как вообще это так? Я не знаю. Это, это жесть. Тупо плоскогубцев не было у парня. И вот на этом, собственно, такая злая шутка. Ладно, что у нас здесь? Поменялись, ребята, сторонами. Ну и сейчас, сейчас вторая половина. Напомню, 8-7. Ну, счет у вас есть на экранах. Говорят, зубами надо было перекусывать. Да надо было, надо было перекусывать зубами. Так, слушайте, у нас что? У нас уже первый раунд, да, судя по всему. И сейчас мега огромный акцент на Б и на центр от команды Электропанда. Ну и, соответственно, сейчас будет флешка в мид, которая... О, как там сейчас все, чувствую, рассыпется. Да, была флешка, ворвывается, ребята. Краш делал первый минус. Серия размина в центре 3 в 3. Ребята остаются. Греночка, греночка залетела. Но теперь надо уходить все-таки на Б, скорее всего, хотя бы одному. Ну, вот смотрите, сейчас тут Виз, Виз видит. Отличный хэдшот от Виза. Вот, вот атаку он прервал, собственно говоря. Но с Юспом тут особо не постреляешься. С Юспом тут особо не... Ох, там просто выпал кусок мозга только что у парня из головы. Вот тут Транс, 28 холсов у него осталось. И вот убивают. Ну и Виз, Виз, минус 3. Отлично, отличная игра от команды Электропанда. И счет становится уже 9-7. Ну, там было видно, просто такой красный шмат просто выпал из головы. И просто другой мысли, наверное, пока не появляется. Так, так, так. Сейчас. Кто-то говорит через ухо. Да нет, вот как раз через то отверстие, которое проделали пули. И вот он и выпал. Так, смотрим. Вот очень интересно играет. Как-то очень такая... Не знаю, не то чтобы... Олдскульная была... Вот тут была позиция, помню, олдскульная. Когда садились, прятались за вот этой текстуркой и принимали парапет против глаков. Да, такая тема была, я помню. А у нас, смотрите, у нас выход был в центр. РФ тут, кажется, неплохо откидывается. Главное, чтобы вот этот флешк он себя не заслепил. Нет, все нормально. Три минуса от него. Пакет выпал и выход остановился. Да, там еще Димси. Ну и шара ласт. Шара ласт. Ух, хорошо отвесил-то. Тук-тук-тук. Да, да, спалили шару. 2-0. И 10-й раунд для команды Электропанда. Слушайте, это... Я просто не знаю даже, кто выиграл первую карту. Вот мне будет очень интересно посмотреть. Сейчас я... Вот так вот хотел я просто сделать, зыркнул. Так, кто мне там писал? Ага, ага, ага. Вот, смотрим, ладно. Расписание-то, конечно, круто. Расписание-то, да, это... Так, говорят, эррер не надо думать. Там шара. Да что значит не надо думать? Ну, вот не думают, видите, проигрывают. Посмотрите. Ну, вот сейчас будет интересный, кстати, очень выход. Вот шокер с деглом. Не самый оправданный вариант, я бы так сказал. Потому что уже как бы третий раунд. Уже пора бы прикупить девайс с деглом. Да, тут не вариант для него воевать. И вот Димси тоже погибает. Ну, вот шокер с деглом. Все. То есть это была ключевая ошибка команды Электропанда. Слишком уж они были самоуверенные. И не самый, не самый лучший, конечно, был расклад. Привет. Доброе утро. Какой-то ты затасканный. Так, ну а тут пока у нас ребята шпилят и... Ну, я понял, понял. Так, что? Все работает, все нормально. Да, все хорошо. И битрейт хороший. Все отлично. Да, да, да. Для тех, вот некоторые поняли, это был Тафа. Это был Тафа. Ну, а у нас пока тут сейвится девайс. Последним игроком Электропанды. Это значит, что восьмой раунд взяли кроли. Кроли, вот они. Говорят, я его за 20 км слышу. Может быть. Так, ну вот сейчас интересно, что там по деньгам у Электропанды. Вот вроде бы, да, они два раунда взяли, но все равно этого может быть недостаточно. И кажется, это именно так и есть. Сейчас вполне вероятно, что разрыв опять уменьшится там до одного раунда. Будет счет 10-9. Ну, а потом начнется самое интересное. Увидим ли мы такой же экшен, как на Экстрим Мастерсе. Посмотрим. Ну, пока тут шара урывается. Шара делает один минус. Сейчас должен был быть второй, но почему-то не хватило. Немножечко Бизмудрился все-таки смыться. Ну, пока тут разбиваются головы команды Электропанда. Ну, я думаю, что вот следующий раунд. Следующий раунд будет очень важным, потому что если его ребята из панды не возьмут, то им придется очень тяжко. Потому что денег у них уже, у них атак их уже нету. Ну, вот кто там у нас с девайсом вообще бегает? А, нахабатил все-таки кто-то себе автомат. Да, вот у Рича отобрали. Ну, вот шара идет все-таки отстреливать эти девайсы. Ну, посмотрим, получится у него это сделать. Ну, вот слишком уж он... Я еще раз говорю. Опа, пятку. Пятку увидел или что это? Да, это была пятка, слушайте. Интересная очень подсадка была. Ну, вот хотя бы РФ, кажется, в очередной раз будет сейвить девайс. Ну, вот бомба уже пищит сильно. Кажется, не успеет. Там просто такой эскорт за ним бежит. Да, да, да. Не успевает засейвить. И еще становится 10-9. 10-9. И вот это оружейка. Вот это оружейка для диффенса. Так. Хорошо. В общем, что у нас здесь? Говорят, шара опять аркадер. Да нет, не аркадер. Все правильно он делал. Он ходил, шел убивать девайс. Но вот тут сейчас будет важный прием парапета. Хороший зажим. Минус шара. Вот главного убиватора убили. Сейчас есть краш. Арт сделали по фрагу. Ну, вот это было действительно круто. А у нас тут пока пытались убить. Ох, вис там нормально все-таки дал. Ну, и 2 в 2. Слушайте, вот бомба стоит. Но все равно 2 в 2, еще раз говорю. Тут может быть все, что угодно. Все зависит от того, как выйдет. Сейчас команда Электропанда. Да, есть флэша. Флэша хорошо закинули. Отпукнули гуся. Минус вот краша, который вот, кстати, там находился. Ну, и отлично. И чуть-чуть не хватило РФу. Ну, 59 хп было у Арча. Ну, вот очень четко он убил первого. И почти, почти получилось замочить второго. Ну, а так у нас равный счет 10-10. Так, да уж. Ну, что тут? 3-2, 3-2. Как все, как все напряженно-то. Ну, тут понятно. Тут эко-раунд. Как я и говорил, что денег не будет. Эко-раунд. Димс остается у нас последний. Пытается отстрелить Пиксель. Не получилось. И команда Рэйвен Рэббитс выходит вперед. Уже с отрывом всего лишь в один раунд. Но, тем не менее. Тем не менее. Так. Теперь деньги. Вот теперь. Теперь вот эти вот самые-самые важные. Просто сейчас получается, да. Если они отдают этот раунд. Это еще становится 12. Соответственно, потом 13 после эко. И это, так сказать, предпоследний девайс, который может быть у команды Электропанда, если они его сейчас проиграют. Вы понимаете, что проигрывать такие раунды просто противопоказано. Где-то, где-то тут было ВП. Вот сейчас посмотрим. Да, вот Наркоман у нас тут с ВП. Пропустил, кстати, одного. Промахивается. Должны его там убивать. Нет. Краш делает один минус. Разменивает его, кстати, весьма-весьма вовремя. Промахивается ВП. Ну, Транс. Транс хорошо. В общем, убил. Сделал важнейший минус. И теперь просто растягивает на два фронта. А там уже РФ. И ВИЗ подтянулись. Два в два. Ну и ВИЗ последний против Шары и Транса. Ну, если он затащит, я думаю, ребята будут должны ему пивас. Слышал он, где находятся оба игрока. Летят гренки. 17 хелсов. Там два, кстати, ХПУ Шары. Транс соточный. Ну, понятно, понятно. Все просто растягивает. Тут, честно, два фронта. И Транс, я думаю, не пропустит. Разве что сейчас просто выйдет и с первой даст голову. Да, да, да. Вот Транс просто не простил. Это 12-й раунд и еще один эко. Еще один эко для команды Электропанда. Да, ну не пивас. Сок. Будут должны сок. Ну, все равно, все равно раунд не понащил. Поэтому, что они ему там должны? Они уже ничего не должны, скажем так. Эх, эх, эх. Да, после этой игры я буквально на секундочку отлучусь. Там поставлю вам какое-то музло. И будете наслаждаться пока им. Я там кое-что буду выяснять. Сейчас посмотрю, что у нас тут с On3D. Вроде бы все нормально. Вроде бы все работает. Плееры хорошо запущены. Не лагают. Количество зрителей постепенно, постепенно растет. Давайте, вербуйте. Звоните друзьям, товарищам. Говорите, что тут идут жесткие полупиналы. Что игры действительно интересные. И что вот, соответственно, надо, надо их смотреть. Да, 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 да. Тринадцатый раунд. Ну вот все, да. Точа-точа, как я и говорил. Там сколько? Три раунда назад я про это вспоминал. Ну и вот сейчас вот эту оружейку проигрывать нельзя. Потому что если ее проиграют ребята из Электропанда, они фактически проиграют игру. Каспер, руби песню. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Что это? Что это вообще такое? Что это за песня? Так. Кстати, вот неплохо закину. Шара там просто вышел и покарал РФа. И кажется, сейчас вот Б будет очень растянута. Сейчас посмотрим за Визом. Да, вот Виз срывается. И Шара делает просто важнейший минус от Шары в очередной раз. И кажется, команда Электропанда сейчас потерпит поражение. Да уж, неприятности. Ну, что поделать. Так. Ну, тут понятно, понятно все. Вроде бы пока что Шокер. Нет, нет. Погибает нас Шокер. И это 7-2 во второй половине. И это 14-й раунд. Ну, то есть, объяснять не стоит, что сейчас будет Эко. Нет, нет, нет. Ребята решают закупиться. Посмотрите. И... И... Да, да, да. Слушайте. Вот сейчас все-таки решили пойти вабанг, ребята, из Панды. И чувствую, сейчас будет что-то очень жесткое. Вот где там вот этот паря? Паря с Диглом. Вот тогда он был с Диглом. Нехорошо получилось. Ну, вот сейчас, сейчас. Еще чуть-чуть. Хорошо затопил. Беги. Беги, Форест. Беги. 20. 10 хп у него остается. Он чуть не набросился на ту гранату. Ну, вот. Да, да. Погибает он. И сейчас вот Гимси должен сделать этот минус. Ну, должен же ты его убить. Нет, не убивает. И это фактически GG, друзья. Потому что остается последний виз. Один в три, конечно. Может еще... Ну, понятное дело, что как бы шансы есть всегда. Но... Но, но, но вот да. Вот тот парень на точке Димси. Вот как он не убил... Не убил вообще Транса, я не знаю. Ну, просто фраза это да. Беги, Форест, беги. Это для тех, кто не знает. Есть фильм Форест Гамп. И там вот... Вот эта фраза... Одна из ключевых фраз, наверное, всего фильма. Так, у нас тут пока 15-10. Да уж. Сейчас. Сейчас, кажется, будет конец. Потому что буквально еще... Чуть-чуть, буквально один раунд. Осталось взять Ревен Рэббитс. И, судя по всему, это уже вторая карта. Потому что первую я немного опоздал. Так, где-то на часик. И сейчас у нас вторая мапа. Если Ревен Рэббитс ее берут, то, скорее всего, они выходят в финал. Хотя я не знаю. Не знаю точно. Надо будет уточнять, друзья. Слетает много гранат. Ну и тут просто вихрем проносится команда РР по парапету. Сбревает абсолютно все. И это GG, друзья. Это GG. 16... Сколько у нас там получается-то в итоге? 16-10. Да, итоговый счет. Сейчас я остановлю запись буквально. Ну и тут.